Субтитры сделал DimaTorzok Аккуратно, красиво, танцуя, исполняя танец, мы отправляемся к нашим зрителям, всем передаем привет, всех приветствуем и возвращаемся к своей команде, передаем из ответа к следующему. Ну и посмотрим, кто у нас красочней, веселее, выполнит это задание, справится с ним. Поехали! Приветствуем всех, а мы аплодируем, встречаем наших уважаемых участников, наших милых девчат. И в танце, красиво, не смеша. Ну, держи. О, грациозно, может быть, как и если не пропустим. Не совсем привычно. Молодцы, браво! Вот так вот, с затором. С припляской обязательно. И уже мужчинам наступает черед. И они не торопясь, также отправляются на дистанцию. И возвращаются в свою команду. Браво! Так, ну и сейчас также мы вспоминаем с вами традиционное кушание, которым обычно принято встречать дорогих гостей. Конечно же, это что? Чак-чак! Ну, действительно, поскольку мы с вами встречаем обычно хлебом с солью, а у татарского народа принято дорогие, уважаемые гости, встречать сладким блюдом чак-чак. Ну и сейчас я вам предлагаю всех поприветствовать также и нашим чак-чаком. Но правда, только лишь условно. Для этого сейчас я уже вместо ложечек расставю вам наши сковородки, на которых будет готовиться этот чак-чак. Ну и на наши сковородки также сейчас мы помесим вот эти и яркие, красочные. Да, они будут символизировать наш чак-чак, которым сейчас также мы поприветствуем всех, уважаемых гостей, кто сегодня собрался посмотреть. И не только посмотреть, но и поболеть о нашей команде. Итак, сейчас ваша задача будет не касаясь чак-чака, донести его до зрителей, всем продемонстрировать. Самое главное, чтобы его также не обронить, вернуть к своей команде и передать оставь лету на следующему участнику. Итак, задача понятна? Так, но ручками не придерживаем его, стараемся нести красиво, достойно, демонстрируем его всем присутствующим. Поехали! Также можно это делать в танце. Желательно делать веселее, шустрее. По тому, как мы смотрим на вашу ловкость. Так, стараемся не придерживать. И еще. Вот уже вам честь, если у нас участники, у них уже получается лучше справиться с этим заданием. Так, и... Скорее возвращай в команде. И отправляйте следующий участник, я могу приветствовать вам поддержку, конечно же! По тому, как действительно не просто нести этот яркийчик. Донести в свой... Так, скорее возвращаем его. Перейдем к следующему участнику. И очередной участник откладывается у нас также. Так, и... Аккуратненько, аккуратненько, мы ждем вас. Ждем, когда наши участники вернутся. В свои команды. Так, передаем ли совету следующему вновь по команде. Вот действительно, очень хочется это сделать аккуратно. Не торопясь. Не спеша. Привить, конечно же, некую и ловкость в то же время. Так, и уже... Так, и уже очередные участники отправляются у нас, чтобы также выполнить свое задание. А мы также их поддержим. В этом, возможно, нелегком начинании. Но вот как раз-таки попробуем привить свою и ловкость. И сноровку. Так, ну и завершать задание сейчас. Команды, ну и вновь мы возвращаемся к состязанию на празднике с Абандой. Вот как вы думаете, какие еще состязания включает в себя праздник? Третья юниканат, вот нам подсказывает еще, может быть. Так, бои подушками, когда на премне находятся два участника и стараются свалить друг друга. Да. Ну, это вот еще так же и на масленицу мы можем наблюдать, да? Что еще? Ой, ну это любее меньше, можно сказать. Да, забава, когда в тазике с кефиром, ну а вот в татарской кухне есть катык, когда туда пускают монетку, ну, пятирублевую, чтобы она уже была покрупнее. Бег в мешках. Ну что, ну сейчас мы с вами как раз-таки попрыгаем. В тех самых мешках, ну, правда, у нас будут не сами мешки, а только лишь их, скажем так, подобие, чтобы мы представляли, как это все происходит. Вот будут мешки для нас эти обручи. Сейчас, да, мы как раз-таки эти обручи, да, примеряем на себя, ну и попробуем так же весело и гремо поскакать, под веселую мозгу, и постараться, возможно, как-то отличиться друг от друга. Как-то можно быть, с какими оригинальными. Ну, не обязательно крутить его, просто чтобы он находился рядом с нами. Готовы? И поехали, мы тогда управляемся. Не забываем, да, передавать ей время. Всем? Молодцы, браво! Конечно же, самое главное делать это с особой радостью. А мы можем и дать ему, что-то будет поступить. Посмотрите, если кто-то может отмечиться и более весело выполнить задание. И если попробуйте это сделать, о-о-о-о! Привить свои особые, скажем так, таланты, умения. И мужчина у нас не встает. Отлично! Спасибо. Так, ну и сейчас вот уже после бега в мешках есть еще и так же традиционное, как и забава, так и традиционное состязание. Это скачки, конечно же. И поэтому сейчас я прошу выстроить команду для того, чтобы уже вам передать вранных коней. Ну, я думаю, что сейчас возглавит наша команда, наши мужчины, уважаемые наши ботеры. Они первыми отправятся на наши скачки. Так, кони у вас уже есть, вранные кони, лихие. Сейчас мы их с вами будем запрягать и на скачке вместе отправимся с ними. Ну и так же, попробуем проскакать каким-то интересным, необычным образом. Попробуем как-то еще раз отличиться друг от друга. Итак, кони у нас. Попробуем их оседлать сейчас. Таким вот образом, конечно. Итак, и на скачках на наше красиво, игриво проскакать. И готовы, команда? Поехали! Поддержим, приветствуем наших абантов, наших участников. И так же отправляются у нас очередные участники на дистанцию. А кто, когда пошел с хвостиком у нас, да? Ура! А кто-то и лихо решило приселся. Ох! А кто-то постой! А кто-то красиво, грациозно! Ну и, конечно же, самое главное, это всегда взаимовыручка, взаимоподдержка всей нашей команды. Поэтому сейчас вновь наши капитаны отправятся на скачки в одиночестве. Вернувшись к своей команде, они с собой пригласят второго участника по команде. То есть мы либо за пояс, либо за плечки присоединяемся к капитану и отправляемся уже вдвоем. После того, как мы вернулись с пары, мы уже приглашаем к себе третьего участника и так собираем всю свою дружную команду. Итак, задача сейчас отправиться на скачки, собрав всю дружную команду к себе. Паровозик и считаем вновь. Три, два, один, вперед! поддерживаем наших поддерживаем наших мужественных мужчин и вдвоем веселее, веселее и активнее мы уже подключаем тресел участников в наш паровозик дружбы и спешим уже также за четвертый. И четвертый участник уже с нами. Нам становится больше, очередные участники ждут в своей очереди. И... Молодцы! И еще! Отлично! Браво! А теперь делаем дружный караунд каждый своей команде. Каждой командой, каждой своей командой делаем караунд и танцуем веселее и задорнее. Ох! И попробуем еще раз всем продемонстрировать свою самую тесную дружбу. И... делаем командой самый тесный танец. Теснее друг с другу танцуем. Теснее, теснее и танцуем. Танцуем друг с другом самым тесным танцем. И ножками. Ножками. Активнее и танцовы. Отлично! Ну а теперь давайте обратим внимание на наш зал и пригласим еще двоих участников в свой хоровод. Еще двоих участников в каждую команду. Скорей! Так, кто же нам составит? Компания? Ну, скорее милости просим к нам. Как говорится, драком и тюрь за мной пожаловать! И продолжаем наш дружный хоровод. Танцуем. Ох! И еще! А теперь вместе веселей потанцием спинками друг к другу прижавшись в центр. Все-все-все и танцуем. Молодцы! Браво! 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 И разворачиваемся веселым хороводом отправляемся в пляс и делаем одну большую дружную команду. И танцуем как же вместе. и навстречу друг к другу. И шире и еще раз в центр. Но теперь попробуем разбиться на пары и погружать друг друга парами. Парами. Погружать друг друга парами. Парши. Ну и на один, два, три попробуем поменяться парами. Найти себе другого партнера. Отлично! И еще раз изменяемся. Ножками звать и танцовы. И танцуем втроем уже. Втроем. 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 Как кто-то взял в себе с запасом. Танцуем по-трое. И танцы наши батыры замечательные кружи сначала Эктор Пельча. Чемпион. Продолжим уже наш танец. Чемпион. Отцы. И ручки выше. Втси. Танцуй населее. Ну и сейчас после того, как музыка стилки вот своей командой я попрошу вас продемонстрировать нам красивый чак-чак. Вот из всех участников своей команды его продемонстрируем. Итак, все у нас участники элементы нашего красивого чак-чака. Итак, попробуем его выполнить. Чак-чак. Давайте посмотрим, чей же у нас чак-чак будет самый вкусный. чак-чак неожиданная у нас композиция. Так, вот здесь вот более завиточек каких-то как баранчики что-то более просреживается. Так, вот здесь такой высокий. А здесь у нас в самой серединке чак-чак такой-типой самый вкусный, видимо. Какая-то начинка видимо особая танцует еще, продолжаем. Ох, веселее. Ох. И сейчас мы попробуем вновь оказаться в Казани и своей командой продемонстрировать нам Казанский Кремль. Так, вспомним как он выглядит, какие основные достопримечательности есть у нас можно увидеть в Казанском Кремле. Так, вот что запомнили, что самое действительно запомнилось после посещения. Ну, это, видимо, та самая царица Сульмика, которая вот так возможно немного трагически завершила свою жизнь, но тем не менее память о ней осталась на самой названной башне, да? Так, а здесь что у нас? Даже самая башня. Там есть еще тайлингская башня в ансамбле Кремля. Здесь что у нас? А, здесь у нас мечеть, конечно же, соборная мечеть, Кулшари. Так, ну, здесь что мы можем видеть? Так, ну, здесь, видимо, общий ансамбль собрался, да? Вместе с Богоеверенским храмом и всеми, конечно, самыми яркими достопримечательностями. Продолжаем еще и еще веселей. Ну, и попробуем с вами сейчас вспомнить, как выглядит, как красиво захватывает дух бандана на булаке рядом с театром Камала, который наверняка вы могли видеть, наблюдать. Итак, попробуем изобразить свои команды. Буквально искрящийся фонтан. И танцуем, танцуем. Молодцы, продолжаем также танцем. Ну, и вспомним самый главный символ Татарстана это снежный барс. И также попробуем сейчас его продемонстрировать также с твоей командой. помните, как он приветствует всех гостей вот так вот дружелюбно демонстрирует, поднимая свою правую лампу действительно. итак, попробуем записывать. Здесь сразу чувствуется кто отвечает у нас за то приветствует. Так, а здесь что у нас? А, здесь у нас, видимо, жилища его окружение. Пускай вот много ярких у нас